Девушки отдыхают... А кто Дэд-мегурочкой? Наверное, Мухам все-таки согласимся на двух Дэд-морозов. Правда же, Дэд-муха? Да, Дэд-джин. А кстати, ты сегодня первый начнешь рассказ о своей игрушке. Я просто сгораю от нетерпения. Муха, что с тобой? Стразичное настроение. Ну ладно, пока Муха отходит, я расскажу о своей игре. Эта игра выпущена фирмой Digital Pictures. Очередной квест из разряда ужасов. Ужасов в том плане, что игра по кубические ужасы. В этой игре вам предстоит увидеть кучу видео, потому что вы будете наблюдать за каким-то странным домом, где живет одна семейка, в которой есть два ребенка. В этом вам помогут камеры, установленные по всему дому. Вы можете увидеть семейные скандалы и каких-то людей в черных костюмах, которые лазают то здесь, то там. В общем, игра в стиле пассивный интерактив. Не советую играть в эту игру одному, тем более ночью перед Новым Годом. А то эта ночь может превратиться в новогодний кошмар. Это игра для тех, у кого сильные нервы, и его не пугает огромное количество адреналина в крови. А у меня для тебя, Джин, да и для всех стратегов, продолжение уже нашумевшего хита Common & Concord Retailer с названием Retailation. Кстати, игра выходит на двух дисках. Она предоставлена нам безвозмездно торговым домом Time. Если вы постараетесь, она может стать вашим новогодним призом-подарком. Священную традицию продолжать стратегические игры не облавывает студия Virgin Interactive и Vested Studios. В этом новом проекте все почитатели думалки и напрягалки серого вещества в головном и спинном мозге, а некоторые даже в костах, найдут новых 34 уровня, совершенно непредсказуемых и связанных полноценной сюжетной линией. Еще любители видеозаставок увидят 19 новых творений, в которых прозвучит несколько русских слов, и много иностранных. Также 100 новых карт для мультиплея. К разряду юнитов в этой игре добавляется 7 новых, включая ошеломляющие Tesla Tank и Chrono Tank. Причем первый стреляет на большие расстояния, глобальной молнией, испепеляющей на своем пути все и вся. А второй, понимаешь, способен искривлять пространство и время, а иногда даже ноги. Графика в игре не особенно отличается от предыдущих частей. Как обычно, на старте каждой миссии необходимо сделать два важных дела, в зависимости от типа миссии. Прежде всего, необходимо использовать в военных действиях самые скоростные машины, чтобы быстро разведать местность вблизи старта. А уж затем подберите позицию для своей пещеры, где бы вы могли делать вещи и сипы. А теперь самое интересное, которое многие ждали, это вопрос. Какое соединение может быть образовано несколькими единицами техники в игре Retolation? Свои ответы закидывайте в носки Деда Мороза. Ну, а тех, кто все-таки желает выиграть, присылайте их к нам на пейджер. Желаем вам счастливого Нового года. Студентам удачной сессии, а школьникам веселых каникул. Встретимся в Новом году. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok